Путь к добродетели, бегство от мира, путь благой и краткой. Вожделевшему нетленного належит ни во что вменять все тленное. Если желаешь истинной жизни, ожидай всегда человеческой смерти. Возненавидь настоящую жизнь, ибо видишь, как беспорядочно вращается ее колесо. Не вожделевай благ, которыми пользование приходит и обладание утрачивается. Смейся над теми, которым во всем успех, и сострадай тем, которым во всем неудача, ибо это ведет к награде, а то к любомудрю. Подвязайся в терпении, какое, как знаем, показали мученики, потому что и от нас требуется мученичество совести, чтобы устоять в требованиях совести. Всему предпочитай душу, и путь добродетели потечет тогда без труда, ибо все тленно, а душа бессмертна. Тленному же надлежит предпочитать бессмертное. Будь готов к скорбям, и большой от этого будешь иметь пользу. Не проси у Бога приятного, но одного полезного, ибо первого, сколько не проси, Бог не даст, если же и получишь его как-нибудь, оно скоро пропадет. Не порицай нищеты, потому что она делает ничем не развлекаемым борца на поприще закона. Не увлекайся богатством, потому что заботы о нем всего чаще отлучают человека от Бога и против воли. Близок конец, готовься, ленивый, к бичам. Недалеко до жатвы очистим же от терней ни у души. Ничто не сокрыто от судьи, и напрасно усиливаем самоукрываться греша. Пача людей, стыди с ангелов, коих при нас много, и удаляйся от всякого срамного деяния. Заботливо помышляй о весах судьи, и выбросишь из дел жизни твоей все, что не может выдержать настоящего веса на весах тех, или что подложным окажется по причине примеси чуждых расположений, как оказывается подложной, например, золотая монета, не выдержав своего нормального веса по причине примеси других элементов. Почитай для себя ущербом праздность и покой, и спеши сделать что-либо такое, что имеет быть потребовано от нас. Помышляй всегда о непостоянстве настоящей жизни, и ничто в ней не в состоянии будет развлечь тебя. Да не услаждают тебя земные радости временные, ибо это – уда, душу, как рыбу приманивающая и улавляющая. Против искушений стой, показывая потребное мужество. Никогда не презирай проливающего слезы бедняка, чтобы не были презрены слезы твоей молитвы. Любомудрие есть самое изрядное для людей стяжание, но, будучи единственным, оно и сопребывать хочет с единым стяжавшим его. Добродетель – хитон Божий, его тки, и будешь облачителем, одевающего всю тварь. Наземное похищается татями. Делы небесные, которые недоступны перстам похитителей, неухватимы перстами сими. Отказываться должны от утех, потому что они вовлекают в дела, от которых после отрезвления бывают стенания. Платолюбивыми помыслами надобно всячески гнушаться, потому что они, растлевая тело, и душу оскверняют. И земные блага не без трудов достигаются. Почему же из-за трудов уклоняемся мы от благ небесных? Хочешь ли творить добродетель, не чувствуя труда? Держи у мысли, что труд этот временен, а награды за него вечны. Все, истоевающие по безуместным, непотребным сластям, подумали бы о краткости наслаждения ими и о длительности наказания за него. Все почитай тленным, только добродетель нетленный. Пренебреги всем, что делает человека скотоподобным, и делай то одно, что может сделать тебя небесным. Ревнуй о добродетели, потому что она через любомудрие Богом являет Адама. Удерживаешь чрево, удерживай и язык, чтобы не быть одному рабом, а от другого свободником бесполезным. Люби Бога, и к своим не будь привержен более чем к Нему, чтобы по слову Его не оказаться тебе недостойным Его, хотя и не желаешь ты сего. Терепеливо переноси скорби, потому что в них венец для ротоборцев. Блаженно терпеть зло, а делать приокаянно, ибо терпящий его наследник Христов, а делающий сонаследник дьяволу. Добрых хлебопоста, потому что нет в нем кваса сластолюбия. Севят жертвенник молитвы, потому что привлекает к нам святого святых. Не считай справедливость предельем добродетели, потому что без нее всякое дело нечисто. Если сеешь в нищих, сей свое, ибо чужое горше плевел. Слеп милостивый, если он несправедлив, ибо возделывает поле, с которого не может собрать жатвы. Всегда ожидай смерти, но не бойся, или поставь себя в состоянии не бояться, ибо то и другое истинные черты любомудри. Носи образ добродетели, но не для того, чтобы обмануть, а чтобы принести пользу видящим тебя. Говорить надлежит о хорошем и тому, кто не делает хорошего, чтобы, устыдясь своих слов, начал он и делать. Если истинно желаешь неба, то ничтоже тебе и земле, ибо это не позволяет воспарять к тому. Не желай разбогатеть ради нищелюбия, ибо Бог законоположил праведнику подавать милостыню отсущих из того, что есть у него. Если чаша студеной воды оправдывает милосердиво, то какая награда ожидает расточающего все на бедных? Чистота и сострадательность матери добродетелей, потому что без той и другой нельзя воинствовать под Христом. Не неради о сострадательности, ибо она благого владыку низвела с неба. Не пренебрегай чистоты, ибо через нее, сделавшаяся орудием воплощение Пресвятая Дева, даровала людям воплотившегося ради нас Бога. Не говори «отмщу врагу», ибо есть у нас на небе праведный судья и отмститель. Не желай ни жить в утехах, ни богатым быть, ни славиться, потому что это житейская тля, а мы созданы не наистление. Не плачь над умершим — это общий путь, и блажен, кто достигает конца его безукоризненно. Плачь о грешнике, а не о нищем, ибо этот уготовляет себе венец, а этот — муки. Смейся над колесом жизни, беспорядочно вертящимся, но берегись бездны, в которую низвергает оно засыпающих на нем. С Богом беседуй много, а с людьми — мало, но, поучаясь в законе, исправишь то и другое. Благодетельная для души баня — слезы во время молитвы, но после молитвы помни, о чем ты плакал. Не ублажай сильных мира, потому что сильные сильнее стязаны будут, почему и судью будут иметь строжайшим к себе. Адаму, то есть падшему человеку, трудиться положено телом невольно и безнаградно, но, трудясь в законе, мы стяжаем воздаяние. Наследникам Евы необходимо скорбеть, но когда с благодарением переносим скорби, тогда клятва обращается нам в благословение. В деяниях своих имей светильникам совесть, ибо она показывает, какие из них добры и какие худы. Осудим себя, и судья умилостивлен, ибо он, как благое, радуется, видя, что грешник расточает бремя свое. Если сделано нами что-либо нечистое, омоем это покаянием, потому что образ Божий должны мы представить в себе чистым. Уврачуем душевные струпы, прежде обнажения их, чтобы сими врачествами отвратить бичи наказания. Как связанным неудобно ходить, так и сплетшимся с житейским нельзя чисто совершать течение добродетеля. Наглежит ненавидеть грех, ибо при этом, если и впадет кто в него, скорее выйдет из сетей его. Кто не имеет ненависти ко греху, тот, хотя и не делает греха, причисляется к грешникам. Стинай о ближнем грешащем, чтобы и о себе востинать, ибо мы все повинны грехам. Падшему другу напомни о судье, и свою намостишь через эту греховную рану, ибо такой совет есть общее врачество. Намереваясь что-нибудь сказать или сделать, поимей в виду и ответ, который вскоре потребуется от тебя, и уцеломудришься под действием страха. Бойся наказания за грех, и цепеней при мысли о посрамлении из-за него, потому что тяжесть того и другого безмерна. И лепота, и множество будущих благ беспредельны, а настоящее — тень, дым, водяной пузырь. Не сей зла, потому что жатва близко, и возделывателя терния ожидает огонь. Лицемеры, любостяжатели, зластолюбцы, розы мира сего. Но пождешь немного, и видишь вместо роз траву истоптанную. Всякое худое дело оружие против нас дает дьяволу, но он, вооруженный им, жестоко обходится с вооружившими. Хочешь ли привести в изнеможение врага? Отсеки грех, и можешь тогда издеваться над ним, как надощипанным воробьем. Горе нечестивому, ибо когда все просвещаются, он мраком покрывается. Горе богохульнику, ибо свяжется у него язык пред лицом судьи, и он ничего не будет в состоянии сказать в оправдании свое. Горе беззаконнику, ибо пойдет он к строгому судье и праведному законоположнику. Горе любостяжательному, богатство от него отбежит, примет же его огонь. Горе ленивому, взыщет он времени зле потраченного. Горе высокомерному, когда ляжет в гроб, узнает, кто он. Горе блудолюбцу, осквернившему брачную ризу, со стыдом извержен он будет и из брачного чертога царского. Горе брончивому, и с ним пьяницы, с убийцами они в чининах будут и с прелюбодеями наказаны. Горе предающемуся утехам в это короткое время. Откармливает он себя, как тельца, определенного на заклане. Блажен, кто идет тесным путем, ибо он внидит на небо венценосным. Блажен, кто попирает утехи, ибо его трепещут демоны. Блажен, кто чист в душе и нелицемерен в добродетели, ибо он будет судить мир, а не судим вместе с миром. Блажен, кто не усыпен в молитвах, чтении и доброделании, таковой не уснет в смерти. Блажен, кто высокую имеет жизнь и смиренное мудрование, ибо он подражает Христу и со Христом совосядет. Блажен, у кого закон не сходит с языка, ибо от скини такового никогда не отступает Бог. Блажен многим благодетельствующий, ибо на суде найдет он многих защитников. Блажен, у кого добродетель неподдельно, ибо лопата судьи безошибочно развеет все. Блажен, украшающий дела свои, прежде появления огня, коим все искушено будет. Блажен, поспешающий к будущей жизни, потому что настоящее издает вонь тление и влечется к смерти. Блажен, кто расточает собранное зло, и чистым предстанет чистому судье. Но голова слова, душа, не будь беспечна, потому что спустя немного станешь предвесами страшного судилища Христа, Бога нашего. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник Толкование на Евангелие от Луки Стихи шестнадцатый, двадцатый. Он же сказал ему, Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, Идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, Я женился, и потому не могу прийти. Так как возлежащий с Господом сказал, Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем, То Господь довольно пространно научает его, Как мы должны разуметь угощение Божие, И произносит настоящую притчу, Называя человеком своего человеколюбивого Отца. Ибо в Писании, Когда делается намек на силу Божию наказующую, Бог именуется Львом и Медведицей. Смотрим книгу пророка Осии, Главу 13 стихи 7-8. А когда имеется в виду обозначить Какое-либо действие человеколюбия его, Тогда Бог представляется в лице человека, Подобно как и в настоящем месте. Поскольку притча говорит О человеколюбивейшем домостроительстве, Которое Бог совершил в нас, Сделав нас причастниками плоти Сына Своего, То и назван Он человеком. Это домостроительство названо Большим Ужином. Ужином названо, Потому что Господь пришел в последние времена, И как при ужине века, А Великим Ужином, Потому что тайны спасения нашего Беспрекословно велика. И когда наступило время ужина, Послал раба Своего. Кто этот раб? Сын Божий, Который приял образ раба, Соделавшись с человеком, И о котором, как о человеке говорится, Что он послан. Обрати внимание на то, Что не просто сказано раба, Но своего раба, Который в собственном смысле Благоугодил Богу по человечеству И хорошо послужил. Ибо не только как о Сыне и Боге, Благоугодном Отцу, Но как о человеке, Который один только Сам, Безгрешно покорился всем определением И заповедям Отца, И исполнил всякую правду, Говорится о нем, Что он послужил Богу и Отцу. Почему рабом Божьим в собственном смысле Он только один и может быть назван? Послан он, Когда наступило время ужина, То есть в определенное И благоприличное время. Ибо для спасения нашего Ни другое какое время было Благоприличнейшим, Как время царствования Августа Кесаря, Когда злоба взошла на самый верх, И ей нужно было пасть. Как врачи Оставляют гнойную и дурную болезнь, Да то ли пока она вытачит всю дурную влагу, И потом уже прикладывают лекарства. Так нужно было, Чтобы и грех Обнаружил все свойственные ему виды, А потом, Чтобы великий врач Положил лекарства. Поэтому-то Господь допустил Дьяволу исполнить меру злобы, И потом воплотившись, Уврачевал всякий вид злобы, Совершенно святой своей жизнью. Он послан в приличное время, Как и Давид говорит, Припаяшь по бедру мечом твоим И красотою твоею. Псалом 44, стих 4. Меч, без сомнения, есть Слово Божие. Бедром означается рождение его плоти, Которое совершилось при зрелости плода, То есть в надлежащее время. Послан был сказать званым. То сие званы. Может быть и все люди, Так как Бог всех призывал К познанию себя. То через благоустройство видимых вещей, То через закон естественный, А может быть по преимуществу израильтяни, Которые были призваны через закон и пророков. К ним, овцам дома Израилева, По преимуществу послан был Господь. Он говорит, Идите, ибо уже все готово. Ибо Господь всем благовествовал, Близко Царствие Небесное, И оно внутри вас. А они начали все извиняться, То есть как бы сговорясь заодно. Ибо все начальники иудейские Отказались иметь Иисуса Царем, И потому не удостоились вкусить вечери, Кто по любви к богатству, Кто по любви к удовольствиям. Ибо под теми, из которых один купил землю, А другой пять порвалов, Можно разуметь пристрастных к богатству, А подженившимся — сластолюбца. Если хочешь, пожалуй, Разумей подкупившим землю того, Кто по мудрости мирской Не принимает таинства спасения. Ибо поле есть мир сей И вообще природа. А кто смотрит только на природу, Тот не принимает сверхъестественного. Итак, фарисей, Быть может, заглядевшись на землю, То есть наблюдая только законы природы, Не принял того, Что Дева родила Бога, Так как это выше природы. Да и все хвалящиеся внешней мудростью Из-за сей земли, То есть из-за привязанности к природе, Не признавали Иисуса, Обновившего природу. Подкупившим пять пар валов И испытывающим их, Можно разуметь и человека, Привязанного к веществу, Который пять чувств душевных Совокупил с телесными, И душу сделал плотью. Поэтому, как занятый земным, Он не хочет участвовать в духовной вечере. Ибо и премудрый говорит, Как может сделаться мудрым тот, Кто правит плугом? А под отпадающим из-за жены Можно разуметь Пристрастного к удовольствиям, Который, пристав к плоти Союзницы души, И будучи с ней одно, Как совокупившись со с ней, Не может угодить Богу. Можешь разуметь все это И буквально, Ибо мы отпадаем от Бога Как из-за пары валов, Так и из-за женитьбы, Когда привязываемся к ним, На них истрачиваем всю жизнь, Из-за них трудимся даже до крови, И божественного ничего, Ни мысли, ни изречения, Ни по мыслям, не исследуем. Стихи двадцать первый, двадцать четвертый И, возвратившись, Раб тот донес осемь господину своему, Тогда, разгневавшись, Хозяин дома сказал рабу своему, Пойди скорее по улицам И переулкам города, И приведи сюда нищих, Увечных, хромых и слепых. И сказал раб, Господин, Исполнено, как приказал ты, И еще есть место. Господин сказал рабу, Пойди по дорогам и изгородям, И убеди прийти, Чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, Что никто из тех званых Не вкусит моего ужина, Ибо много званых, Но мало избранных. Начальники иудейские были отвергнуты, И никто из них не уверовал во Христа, Как и сами они хвалили своей злобой, Когда говорили, Уверовал ли у него кто из начальников. Смотрим Евангелие от Иоанна, Главу 7, стих 48. Итак, эти законники и книжники, Как сказал пророк, Объюродившие от подоши благодати, А простодушные из иудеев, Которые уподобляются хромым, Слепым, увечным, Незнатные мира и уничиженные, Были призваны. Ибо народ дивился словам благодати, Исходившим из уст Иисусовых, И радовался о учении его. Но после того, Как вошли израильтяне, То есть избранные из них, Которых Бог предназначил К славе своей, Каковы были Петр, Сыны Зеведеевы И прочие множество уверовавших, После того благодать Божия Излилась и на язычников. Ибо в находящихся по дорогам И изгородям Можно разуметь язычников. Израильтяне были внутри города, Так как они приняли законоположение И наследовали городской образ жизни. А язычники, Будучи чуждой заветов И отчуждены законоположения Христова, И не будучи согражданами святых, Проводили жизнь не на одной дороге, Но на многих дорогах Беззакония и невежества, И в изгородях, То есть в грехах. Ибо грех есть Большая изгородь И средостение, Отделяющее нас от Бога. Словом по дорогам Намекается на скотоподобную И разделенную на многие мнения Жизнь язычников. А словом и изгородям Указывается на жизнь их Во грехах. Не просто повелевает Позвать сих, Находящихся по дорогам И по изгородям, Но понудить, Хотя вера есть дело Произвола каждого. Для того, Сказал он, Убеди, Чтобы мы познали, Что у верования Язычников, Находившихся в глубоком неведении, Есть знамение Великой силы Божией. Ибо если бы Немного было силы У проповедуемого, И невелика была Истина учения, То как люди, Служащие идолом И совершающие Постыдные дела, Могли бы убедиться Вдруг познать Истинного Бога И совершать духовную жизнь. Желаю указать На чудность Сего обращения И назвал он И понуждением. Как бы кто сказал, Язычники не желали Оставить идолов И чувственных наслаждений, Однако же Истинные проповеди Принуждены были Оставить их. Или иначе, Сила знамений Составляла великое Побуждение Обратиться к вере Во Христа. Вечери сия Приготовляется Ежедневно. И все мы Призываемся В Царство, Которое Бог Уготовал людям Еще прежде Создания мира. Но мы Не удостаиваемся Оного. Одни По любопытству Мудрости, Другие По любви К вещественному, Иные По любви К плоти. А Человеколюбие Божие Дарует Те Царство Другим грешникам, Которые Беслепы Разумными Очами, Не понимают, Что есть Воля Божия, Или и Понимают, Но хромы И неподвижны К исполнению Оны, И нищи, Как лишившиеся Небесной славы, И увечные, Как не обнаруживающие В себе Непорочной Жизни. Ксим-то Грешникам, Блуждающим По широким И пространным Путям Греха, Отец Небесный Посылает С приглашением На вечерю Сына Своего, Который Стал рабом По плоти, Пришел Позвать Неправедников, Но грешников, И обильно Угощает Их, Вместо тех Разумных И богатых И угождающих Плоти. На многих Он посылает Болезни И бедствия, И через то Невольно Заставляет Отказаться От такой Жизни, По судьбам, По каким Он сам Знает И приводит Их На свою Вечерю, Обращая В побуждение Для них Наведение Бедствий, Примера Всему Много. В более Простом Смысле Притча Научает Нас Подавать Лучше Нищим И увечным, Чем богатым. К чему Господь Убеждал Несколько Выше, К тому Самому, Кажется, Сказала Притча Сию, Уверяя Он И еще Более, Что Угощать Должны Нищих. Научаемся Сей Притче Еще И Другому. Именно, Что Мы Должны Быть Так Усердны И Щедры На Принятие Братьев Меньших, Что Должны Убеждать Их Участие В Наших Благах И Тогда, Когда Они Не Желают. В Этому И Для Учителей Сильное Внушение, Чтобы Они Наставляли Учеников Свою Должному И Тогда, Когда Сии